Здравствуйте! Вы смотрите минутку новостей на Стмеги ТВ. Община горских евреев Нью-Йорка приняла участие в праздновании Навруз-Байрамы, что означает праздник весны. Это традиционный праздник, который начал свою историю в Южном Азербайджане много веков назад. Он не считается религиозным. В этот день принято отмечать наступление весны. Обновляется природа и отсюда его название. Вместе с азербайджанским народом Навруз-Байрамы отметили во многих штатах США. Среди почетных гостей праздника были президент Бруклина Эрик Адамс, координатор по взаимодействию с тюркоязычными мусульманами Нью-Йорка Рена Абасова, президент Турецкой Федерации в Нью-Йорке Аттила Пак и многие другие. Армия обороны Израиля создаст специальное подразделение для розыска израильтян, похищенных террористами. По сведениям информагентства NRG, подразделение будет сформировано из резервистов. Особые надежды армия возлагает на жителей Иудеи и Самарии, которые смогут в ходе поисковой операции применить личный опыт, знание территории и умение ориентироваться на местности. С востока Украины в Израиль прибыло 110 репатриантов. Большая часть пассажиров – беженцы из зоны военных действий. Рейс из Украины организован при поддержке фонда «Керен и Дедут». Отмечу, что это не первая благотворительная помощь организации. С момента начала военных действий сотрудники фонда помогли репатриироваться в Израиль пятисотням украинским евреям. В ближайшие месяцы организация планирует вывести из зоны военных действий еще несколько сотен евреев. И напоследок о политике. Сенатор Тед Круз, член Республиканской партии от штата Техас, через социальную сеть Twitter сообщил о выставлении своей кандидатуры в президенты США на выборах 2016 года. Своё виртуальное заявление он подтвердил в ходе выступления перед студентами Университета Свободы в Вирджинии. В своей речи Круз заявил, что на посту президента он намерен безоговорочно поддерживать Израиль и не дать Ирану обзавестись ядерным оружием. Кроме того, он пообещал вести агрессивную военную кампанию против исламского государства. Отмечу, что Тед Круз стал первым политиком, объявившим о намерении баллотироваться в президента США. Клуб «Женская сила» набирает силу. Искусственный интеллект несет угрозу человечеству. Швейцария готова платить зарплату Хамасу. Эти и другие материалы читайте на нашем сайте stmegi.com. А актуальные курсы валют вы видите на мониторе. Хорошего настроения и оставайтесь с нами.